Сыро и холодно. Именно такое состояние библиотеки номер 10, что на улице Минина, 25. Здание пришло в упадок, требуется замена системы отопления, канализации и ремонт помещения в целом. Заместитель председателя Ульяновской городской думы Алсу Айзатулина осмотрела учреждение и подняла вопрос о необходимой реставрации. Хочется превратить библиотеки, это не в то место, где люди приходят, берут книги или сядут, почитают какую-то книгу или что-то там, журнал. Хочется здесь сделать местом досуга, чтобы они пришли, отдыхали, чтобы это всё было красиво, ярко. На другом объекте проверяющие оценили ремонт кровли. Молодёжный центр межнационального сотрудничества, филиал централизованной клубной системы города. Здесь коллективы занимаются вокалом, танцевальным искусством, декоративно-прикладным творчеством и видеоинженерингом. Здесь на сегодняшний день начаты ремонтные работы. Ремонтные работы кровли. Ремонтные работы будут длиться два месяца, июнь-июль. Делаем ремонты поступательно. Первое, что было сделано здесь, это уже отремонтированы туалетные комнаты. На сегодняшний день ремонтируется кровля. И хочу сказать, что на сэкономленные денежные средства от проведения аукциона будет ещё проведён ремонт крыльца. А в детской школе искусства имени Варламова продолжается капитальный ремонт. В здании заменят электрику 26 оконных блоков, оборудуют санитарную комнату для маломобильных посетителей, обустроят входную группу. Кроме того, отремонтируют учебные помещения. Наконец-то мы дождались вот этого замечательного ремонта. Я училась в этой школе. Я здесь уже работаю 40 лет. И радостно, что в нашей школе наконец-то будет ремонт, что будут красивые классы. Капремонт в школе искусств проводится по нацпроекту «Культура». На ремонт всех объектов Ульяновской области выделено 26 миллионов рублей. Кирилл Савосин, Улл. Правда. ТВ.